Продолжение следует... Продолжение следует... У нас очень много было комментариев за это время. Так, один из склонов Альберта Вескер пишет... Опять же, банка. Ну вот, вот-вот, ребят, видите, я просто тут смотрю. Свеженький такой вышел. И он пишет как раз-таки... По поводу... Ну, я просто делал в своё время шорст, когда проходили Sonic Force, как сделать моего персонажа. Ну, это одна из альтернативных версий Вескера. Так, ну, коль уж какой-то банк у нас сейчас продать, давайте ещё кого-нибудь озвучим. Марк пишет... Вот-вот-вот-вот, вот-вот-вот, вот-вот-вот-вот. А, Галина Осипова-Пателла. Поздравляю! С Новым годом! Написала. Спасибо, Галина. Спасибо, Галиночка. Спасибо. Кстати, надо будет не забыть... Выпустить рецензию по... Вышел просто машином анимации по Джону Уику. Я её посмотрел, мне понравилось. Надо будет только рецензию сделать. Не забыть. Точнее, она сделана. Запись, из-за митки я всегда пишу в бумажке. О, какие горячие источники. А, я могу... ...суетиться. Новый приказ, готовимся уходить. Так мы нашли, что искали? Вроде да. Бригады подрывников уже грузят вертолёт. Я и не думал, что доживу до второго этапа. Тише ты. Большинство наёмников понятны. Давайте, мальчики. Давайте все ко мне, мальчики. Они же где-то вот здесь. Да никто меня не убьёт. О, вижу тебя, парень. А, где твой коллега? Ага, вижу. Стреляю! Вот, тут дырка была, я помню. Поберегись! Так. Нет, тут... Ага, вижу. И как тебя пробить? Тут есть, конечно, дырки такие. Но они, кстати, такие узенькие. А ты можешь залезть? Муа! Это метеобудка. Ну, я даже рад, что я здесь их всех привил. Это проще не будет. Я под обстрелом! Да! А что ты не помираешь-то под обстрелом, мистер? О, придумал! Точно! Точно! Эх! Да! Кто ещё? Я смотрю, тут очень много трупаков приезжают. Есть ещё желающие? Кто-то, видимо, ещё из них есть, но я пока никого не вижу. Ага, вот он! Да, поберегись! Мы можем долго здесь плавать под водой. А я пока выплыву в самом безопасном месте, где это возможно. Давай, залезай! Самое безопасное место вывел. Ну да, ну да, ну да. Но с другой стороны неплохое. Мы им тут отстрел сделать. Нет, реально неплохой. Реально неплохой, но... Разобраться с ними раньше времени надо. Реально неплохой, но я не думаю, что доживу до 2-го. Ага. 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 Ну да, я не думаю, что доживу до 2-го этапа. Тяжело, но у большинства заёвников понятен. У нас всё получится. Ну да, я не думаю, что доживу до 2-го этапа. Хочу начать с шума, да побольше. Доживу до 2-го этапа. там еще парочка обитает я помню это помните я помню и они это тоже помнят они это помнят не думаете пистолет разблокирован вернитесь базовый лагерь я не буду сейчас возвращаться да вы достали подлодный то есть он на дне что ли черт наверное на дно ушел сюда да ну ладно хоть ты-то дай мне что-нибудь кстати это кровь все еще на свободе главная вообще смотри нам приказано стрелять на поражение так по-тихому эй помоги ко мне погоди сейчас сломался наверное так так покончили благодарю 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 это для меня часть большая часть сэр быстро легко и надежно на мой девиз это против пожаркой деталь автоматического дробовика дробовиков столько вот здесь валяется вот здесь что это я тоже возьму вот это я тоже возьму вот еще один их занесло снегом я тут все взорвал и их занесло снегом Мне кажется, что здесь где-то что-то есть. Мне кажется, что здесь где-то что-то есть. Я не знаю, почему, но есть такое ощущение. Ладно, пусть горит. А, нет, там есть спуск. Вот здесь есть возможность походить. Для чего здесь делать такую возможность? Вот скажите мне, а? Правильно, потому что здесь что-то запрятано. А раз здесь есть такая возможность... Значит, надо ее изучить. Здесь точно где-то что-то запрятано. Вот говорила. Ну, слишком такое уж вычернутое место. Вот слишком вычернутое. Вот слишком вычернутое. Что я с этим поделаю? Пока с винтовочкой. Хотя тут, может быть, надо ждать вертолет. Да, скорее всего, вертолет. О, тут я заберу. Растение. Ну, ладно. Тоже неплохо. Все закрытое, все заколочет. Лара ничего не открывает. А тут что у нас? Подвеска. Точнее, современный реликварий. Внутри маленькая человеческая кость. Да. Это чья? На чье имя? Святой Перегрин. Покровитель неизлечимо больных. Ясно. Это, походу, наши знакомые. Она же неизлечимо больная. Мы стоим на пороге нового мира. Святой источник найден. Крофт все еще жива, но нейтрализована. Анне с каждым часом все хуже. Ее голос, голос, который был со мной рядом всю жизнь, начал дрожать. Я спросил, помнит ли она ту ночь, первую ночь, когда Бог высек предназначение на моих руках? Ночь, когда он выбрал меня. Она сказала, что помнит. А потом улыбнулась и добавила, что у нас еще будут такие ночи, когда кончатся наше мытарство. Я буду сильным ради нее. В старом городе мы найдем святой источник. Я спасу свою сестру. И вместе мы спасем этот мир от самого себя. Ну, так ты от самого себя уже можешь спасать людей. Кстати, это напоминает мне как раз-таки историю с казахской станцией. Но если кто не помнит, о чем я, то Лара Крофт, легенда, Лара Крофт отправлялась как раз-таки в северный Казахстан для того, чтобы побыть на... Надо запомнить, такие есть, видимо. Чтобы попасть и добыть кусок артефакта Экскалибру, который каким-то образом оказался в СССР. Не спасли. Там, видимо, в археологических находках там где-то что-то спрятали, сельские ученые что-то нашли. В общем, все по пеншую. Винтовочный патрон, но необычный. Подожди, а в чем необычное? Именной что ли? Там какое-то имя написано. Ну-ка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, верни-верни-верни. Кстати, как давни-ка мы не заходили в этот подраздел с вами. Так. Иконы Китежа. Ангольское нашествие. Трофей. Княжеская корона. Корона. Киевского князя. Как она здесь оказалась? А я ее что, не изучил, что ли? Давайте ее изучим. А какой информации здесь может быть скрыта? Я вращаю ее, конечно, во всех. Кого-то так в ней и убили. Кого-то так в ней и убили. Ну, наверное, князя убили. Кого же еще? Кто-то же будет наделать корону себе. Так. То есть, получается, они отмечаются, да? Жетоны, пряжка, орден под сигар. Во. Патрон с гравировкой. Винтовочный патрон. Но необычный. Тут гравировка есть, но... Она не хочет ее читать. Ну-ка. С торца выгравировано на латыни. Убивайте всех. Господь узнает своих. А, это официальный торговый марк, что ли? Шахид Индастриал, торговая марка. Не иначе. Метеостанция. Тут полно всего валяется. Мне нужно на ту сторону. А тут и пройдешь, как ни старайся. Ладно, давайте осмотрим на предмет, во-первых, документов. Все-таки это метеостанция советская. Значит, здесь полно всякого добра. Я не умру в этой богом забытой долине. Моя вера сильна. Моя воля сильна. Даже если разум слабеет. В детстве, в нашем с Константином детстве, он был трудным ребенком. Постоянные вопросы, вечные сомнения. Он боялся будущего. Боялся никогда не найти своего предназначения. В ту ночь, когда я вырезала метки на его ладонях и прошептала ему в ухо те слова, я сотворила его заново. Спасла его. Он поверил, что он избранник Божий, как я и надеялась. А теперь спасать нужно меня. И если этого не сможет он, я сделаю это сама. Вот же пиздатая манда. Я по-другому не могу ничего сказать. Реб... Дал, в детстве она, конечно, вышла эту чушь. Но чё? По-другому никак. Её не назовёшь теперь. Она буквально испоганила человеку жизнь. А мог бы быть быть и нормальным. В этот раз я смог подобраться ближе. Подумал, стоит разузнать для тебя что-нибудь полезное. Вот что мне пока известно. Здесь проводят операцию. Крупную. В лагере несколько сотен головорезов. Без знаков отличия. Все засели в этом старом русском здании. Кажется, в бывшей тюрьме. Лара, я залез сюда, потому что надеялся тебе пригодится. А выходит наоборот. Скоро меня самого будет впору спасать. Да, так оно и случилось. Чертовски надеюсь, что ты ещё жива и слышишь меня. Да, всё слышишь. Я продолжу скрываться сколько смогу, но тут начинает ощутимо подмарашивать. Скоро придётся искать какое-то укрытие. Ну, в конце концов, он добрался до местных. Ну, или местные его восприняли за какую-то опасность. Хотя, их отсек W-3. Какая ещё W? Это советская территория. Я бы ещё понял бы X, потому что, как бы, ну, как на русское H. Отсек H-3. Стоп. Какой номер? И то такой же отсек W-3. У меня такое ощущение. Баллоны, радиостанция. А здесь есть что-то? О, подождите. О, нет, так нет. Просто мне показалось, что расстрелять из себя вентиляторы. Просто в Советском Союзе вентиляторов не было. Нет, они были, были, но не такие. Они были более громоздкие. У меня просто был такой. В детстве. Видел, застал. Такую красоту. Хотя, я это не уверен, что это, скорее всего, был советский. Нет, был советский. Он был советский. Так, аккуратно. Она сейчас все свалится здесь, Лара. Так, на всякий случай, выключу. Мне это начинает надоедать. Отчинись, божьей воли! Если собрался читать проповедь. Иона! Отправляемся! А можно когда передать им привет? Ранишь, Иодыча, и я тебя привью. Так. О, еще один флаг. А его связать надо будет или не надо? Ммм, канатная дорога. Надеюсь, я вроде все собрал. Вроде ничего не упустил. Нет. Стоп, подождите. Кое-что упустил. Машину. А может она впереди будет? Зона-то большая. А то было бы обидно, знаете ли. Машину-то не взорвать последнюю. Хотя, вроде бы, я уничтожал все их машины. Ладно, разберемся. Давай. Старый советский фуникулер. Переходим к следующему утону поэру. Подождись как правду. Что это было? Сюда! Все, разобрались. Так. А, нет. Одна большая территория. Да. Возможно, я сейчас еще и найду. Еще один грузовик. Было бы неплохо. Я помню поли дорогу. Помню. Держись. Так. Здесь не за что не зацепиться. Аккуратно, Крофт. Мне кажется, там уже было бы залезть везде. Но не уверен. Кто-нибудь видит здесь машину, которую можно подорвать? Пока выключу вэпп, пока вы... О. Ну-ка, ну-ка. Стрелы. Пока держимся поверху. Слишком странное место. Не находите ли? Зачем держать вот такой закрытый кусок территории? Вот и я о чем. Так. Ну, сразу ликвидируем, чтобы проблем не было. О, вот и машинка. Лучше уж сразу. Нет, я знаю, конечно, что вероятность, если его... Испортило такое эпичное уничтожение врага. Я видел, видел, рюкзак географа. Амелия Эрхот у нас местная такая. Вот я... Вот я говорил, говорил, что там где-то что-то есть. Но, нет, нет, нельзя. А я везде бегал. Почему этот рюкзак вот здесь? Чтобы я еще раз... Нет, конечно, там можно что-то поохотиться, но... Может, люди еще будут, но... Ладно. Погнали. Я думал, что тут будет что-то более эпичное. Лара, слава богу. Кажется, я нашел твои следы. Я знал, что ты жива. Чтобы вывести моего птенчика из игры, тысячи тонн снега и льда маловато. В лесу творится что-то непонятное, но это не троица. Кто-то наблюдает за мной из шеи. У меня в рюкзаке было немного еды, в основном старые питательные батончики. Ночь я провел в дупле поваленного дерева, а когда проснулся утром, меня ждал подарок. Сушеное мясо и ягоды, завернутые в оленью шкуру. Я сначала подумал, что мне помилишилось, но... Кто-то за мной присматривает. Надеюсь, за тобой тоже. Сушеное мясо, ягоды, оленья шкура. Ночью следит, утром подарки дарит. Дед Мороз? Нет, снежный человек. Снежный человек. И, как говорится, эпик эпиком. А прежде чем погружаться в безумие, давайте на сегодня на этом закончим. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя запись. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм. Ссылочки все в описании. И не пропустите следующий эпизод. И тем более, не забудь посмотреть предыдущий. Чтобы договориться, быть в курсе дел, что здесь вообще происходит. А лучше начнёмся с самого начала, если вдруг только-только к нам подключился. Ну а с вами был Вескер. Плейлист, что в описании. И в комментариях закреплю, не забуду. И до скорых встреч, всем пока. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok